Привет, студент! С тобой Универ Ньюз. Согласись, одной учёбой сыт не будешь, поэтому команда Универ Ньюз приготовила для тебя очередную порцию свежих новостей. Меня зовут Юлия Ананичева и сегодня я вам расскажу. Профессор Стэнфордского университета видит в КФУ сильный потенциал. Лучшие студенты были удостоены стипендии от мэра Казани. Предновогодняя акция прошла в Казанском федеральном. Визит в Казанский федеральный всемирно известного эксперта в области финансов Ильи Стребулаева продолжился. Изучив великую историю КФУ, профессор Стэнфордского университета увидел определенный потенциал нашего вуза в развитии сразу трех направлений образования, науки и производства. Чем еще запомнился КФУ известному эксперту, расскажем в нашем сюжете. Заслуженный профессор частных инвестиций имени Дэвида Собеля, профессор финансов высшей школы бизнеса Стэнфордского университета, посетил КФУ. Стоит отметить, что последний раз его визит в Казанский университет состоялся 30 лет назад. И сейчас, как отмечает Илья Стребулаев, старейший вуз России довольно сильно преобразился. И, конечно, этот факт не может не радовать. Я не часто приезжаю в Россию, и особенно я не часто, когда приезжаю в Россию, езжу по региону вне Москвы. И впечатления у меня очень положительные, очень положительные. Я вижу, как здесь бурлит жизнь. И впечатления от университета, особенно после разговора с вашим лектором, тоже очень хорошие. Профессор Стэнфордского университета видит в Казанском федеральном сильный потенциал. Более того, он приятно удивлен, что КФУ ни в чем не уступает известнейшим учебным заведениям со всего мира. Я вижу, как идут изменения. Мне очень понравилось обсуждение с ректором по поводу нового центра, который они создают на базе клиники, медицины, биологии. Это очень интересно. И это также очень мне напоминает то, что происходит у нас в Калифорнии, в Стэнфордском университете. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Студент по своей природе существо любопытное. Он всегда любит что-то делать, творить, создавать. Поэтому не зря в университете студентов привлекают к участию в конференциях и форумах, к научной деятельности. Их труды не остаются незамеченными. Особо отличившиеся студенты всегда удостаиваются наградой признания. И на этот раз учащиеся Казанского федерального были удостоены именной стипендии мэра города Казани. На награждение побывал наш корреспондент Анна Глазунова. В Большом зале Казанской ратуши состоялось традиционное торжественное вручение именной стипендии мэра города Казани. Ваши заслуги в столь молодом возрасте имеют огромное значение. Ведь своими творческими достижениями вы дарите уверенность в завтрашние дни Казани и Республики Татарстан. Каждый раз в преддверии Нового года обучающимся присуждают стипендии по итогам учебной и научно-исследовательской деятельности за прошедший год. Этот конкурс проводится уже с 1994 года. И в нем принимают участие студенты и аспиранты в возрасте до 30 лет. В 2016 году на конкурс было подано более 160 заявок, 68 из которых прошли вочный тур. Именной стипендии в этом году удостоились 27 студентов и 13 аспирантов высших и профессиональных образовательных учреждений города. Среди которых есть и студенты Казанского федерального. Я очень рад, что я здесь победил. Здесь достаточно тяжело было. Я в первый раз на нее подался и в первый раз ее выиграл. В принципе, стипендия мэра направлена на как можно большее приложение к проблемам города Казани. О моей работе такого сказать нельзя, но в силу высокого научного уровня получилось ее получить. Работы финалистов должны были иметь практическую значимость и возможность реализации в процессе благоустройства нашего города. Я думаю, глобальную роль сыграла социальная значимость моего проекта. Волнения не было. Был вопрос, оценить ли жюри сложную тему с нужной нам позицией. Потому что тема нарушений, тем более нарушений комплексных, у детей сочетанных дефектов, к сожалению, очень сложная. И специалистов очень мало. Я надеюсь, что я буду таким специалистом, который будет цениться в нашей республике. Все работы в этом году ориентированы на решение проблем городского хозяйства, экологии, социальной сферы и молодежной политики. С 2003 года, помимо студентов и аспирантов, стипендии стали вручать и учащимся детских, музыкальных и художественных школ. В этом году мэр вручил именную стипендию 30 воспитанникам. Всем лауреатам именной стипендии мэра Казани вручили значок стипендиата мэра, диплом и, конечно же, саму стипендию. А музыкальные и танцевальные номера помогли сделать вечер еще и творческим. Учащимся есть к чему стремиться, но получение такой престижной премии уже говорит о том, что они двигаются в правильном направлении. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Что обсуждают сегодня на просторах интернета республики? Узнаем прямо сейчас. Наша традиционная рубрика Веб Ньюс. Путин заморозил материнский капитал до 2020 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Сообщается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года, согласно которому отменяется ежегодная индексация материнского капитала. В результате взрыва на пороховом заводе оказалось наполовину разрушенным здание цеха. Есть пострадавшие. Причины взрыва и пожара выясняются. По одной из версий, происшествие случилось из-за нарушения технологического процесса. Во Франции возросло число желающих изучить татарский язык. Об этом сообщил сегодня в Казани на заседании Координационного совета по делам соотечественников при президенте Республики Татарстан вице-премьер Республики Василь Шахрадзиев. В Нижнекамске на 20-летнего студента завели уголовное дело из-за того, что он разместил на странице ВКонтакте аудиозаписи экстремистского содержания. Молодой человек в течение месяца выкладывал на свои публичные страницы материалы, направленные на возбуждение межнациональной вражды. Рождественский фестиваль в Большом концертном зале будет работать по принципу Бродвея. 25 декабря в Государственном концертном зале имени Сайдашева состоится первый концерт и серии праздничных музыкальных представлений Рождественского фестиваля. Сказочный городок на Кремлевской набережной, Дед Мороз, Ярмарка и Настоящие Северные Олени. Основные изменения в обустройстве сказочного городка в этом году коснулись места. Он практически весь расположен на пирсе. Водили хороводы и проходили квест. В зданиях общежития Набережной Челнинского института КФУ состоялся традиционный ежегодный предновогодний конкурс «Лучшая новогодняя комната» и «Лучший новогодний блок». Президент Раул Людмила Вербицкая в торжественной обстановке выручила Ильшату Гафурову диплом о присвоении званий члена-корреспондента Российской академии образования. Эта награда ректора КФУ является признанием заслуг коллектива Казанского федерального университета и важным показателем доверия к вузу и правильности выбранного в его стратегии направления. Правильно говорят, что лучший подарок – это книга. Учебники, романы, триллеры и не только ждали своих любопытных читателей в новогодней елочке. Какую литературу предпочитают студенты и сотрудники Казанского федерального, расскажет Аделя Шмелова. Зимняя сессия в самом разгаре. Однако зачеты и экзамены – это не повод забывать о самом главном зимнем празднике. Посещая научную библиотеку, студенты и сотрудники КФУ смогли принять участие в новой университетской акции, что читает университет, и нарядить елку. Вот только главным украшением мероприятия стали непривычные игрушки и гирлянды, а пестрые ленты, каждый цвет которой символизирует литературный жанр. Эта елочка несколько отличается от новогодних традиционных. Здесь не оставляют записок Деду Морозу, а вешают вот такие ленточки. Именно по ним мы узнаем, что же читает Казанский федеральный университет. Ну что ж, мой выбор сделан. Какая литература больше всего интересна сотрудникам и студентам Казанского федерального, этот вопрос пока остается открытым. Однако научная библиотека КФУ ответит на него уже совсем-совсем скоро. Мы приготовили книжечки, каждая книжечка со своей тематикой и с разноцветной ленточкой. Каждый читатель подходит, берет ленточку по своему предпочтению и вешает нашу елку. Елка у нас предновогодняя такая тематика. В акции приняли участие студенты и сотрудники со всего университета. Это люди разных специальностей, возрастов, со своими вкусами и предпочтениями. Сложно даже предположить, какую литературу предпочитает большинство опрошенных. В сфере работы приходится читать экономическую литературу, хотя в принципе она тоже интересна, но в свободное время люблю читать детективы. Мне нравится загадка, нравится делать определенные предположения и в конце книги понимать, угадал я или нет. Дом и семья читать начала из-за того, что, ну как это, нужность и года пять назад. Потому что она полезна в обыденной жизни и вообще применяется, ну есть применение, куда применять. Что приключения, например, для меня, я не знаю, где применять в своей жизни, да, только если погружаться в свои какие-то мысли. Литературные предпочтения опрошенных участников приятно порадовали. Статус одной из самых читающих стран еще раз подтвержден. Ведь если молодежь по-прежнему чтит классиков и полезную литературу, то культурный уровень молодежи не упадет. Ну что ж, хорошего понемногу, на этом у меня все на сегодня. Держись поблизости, пока! Субтитры подогнал «Симон»!